Древесный фонд В Одессе нет оперативной карты местности, где можно было бы наблюдать, какие изменения происходят в растительной сфере. А биологи считают, что такая раскладка по городу позволила бы вовремя спиливать старые ветки и не создавать угрозу для пешеходов. Восстанавливать те растения, которые нуждаются в срочном уходе. Нет средств для того, чтобы построить по аналогии с дубльгиз, но я думаю, что это достаточно известная система. По аналогии с ней можно составить базу древесных кустарниковых насаждений. Мы должны знать, где растут деревья, которые требуют замены, где у нас болезненные опасные места, где могут упасть и, скорее всего, упадут ветки. И принимать меры предварительно, а не по факту. За каждым деревом необходимо следить и писать протоколы его осмотра, уверены специалисты. Но есть на нашей территории зеленые уголки, которые выглядят вполне причесанными и аккуратными. Например, парк Юнацкий, что находится в распоряжении эколого-натуралистического подразделения областного гуманитарного центра. Это территория природно-заповедного фонда. У нас очень много краснокнижных деревьев, соответственно, у нас есть экологическая тропа здесь на территории. И для городских наших деток это, конечно, большая возможность изучить. Здесь занимаются юные натуралисты. На данном участке много любопытных растений. Например, родственницы шелковицы семейства тутовых – японское бумажное дерево. Или другая находка – боярышник кроваво-красный. Настойка боярышника или настика глоду – это лекарство, которое способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Ее научное название – бруссанецция – японское бумажное дерево. Потому что из ее коры издавна японцы научились делать бумагу. И, собственно, эту бумагу использовали и для письма, и для строительства знаменитых легких бумажных домов. То есть стены домов в Японии делаются из бамбука и бумаги, полученные из коры бруссанецции. Наш гид рассказывает диковинки о здежных обитателях зеленой зоны. К примеру, плосковеточник Восточный, который еще называют Туей, в Северной Америке принято наряжать на новогодние праздники. А, казалось бы, обыкновенный дуб служит съестными припасами. Историки рассказывают, что до того, как хлеб стали добывать из пшеницы, его готовили с желудей дуба. Их вымачивали в воде, убирали горечь и получали желудевую муку. Именно желуди или беда часто спасали человечество от голода. Из 100 ударов молний по лесу 65-67 приходится на дубы. То есть он берет удар на себя? Да, он берет удар на себя и издавна его считали поэтому деревом богов-громовиков. То есть Перуна, Тора и так далее. И очень опасно поэтому в грозу находиться именно под дубом. А это кипарис оризонский, необычно своей мягкой древесиной. Грифельные карандаши делали как раз из древесины кипариса. Кипарис получают разные ароматические масла. Само это растение, согласно греческой легенде, возникло после того, как в знак скорби бога Аполлона о его близком друге кипарисе, которого, собственно, так и звали. Расцвечивает осень яркий топинамбур. Перед нами подсолнечник клубненосный или топинамбур. Топинамбур это растение, которое в наших условиях растет достаточно хорошо. Образует достаточно вкусные такие сочные клубни, которые, как и части тела других астровых, содержат вещество инулин, которое помогает. Но считается, что оно хорошо для людей, больных диабетом, потому что, подобно инсулину, способно регулировать уровень сахара в крови. Памятка садово-паркового искусства находится под бережным присмотром экологов и биоэкспертов. Если подобное отношение распространялось бы на всю территорию городского хозяйства под надзорным властям, то кислородная подушка Одессы не истощалась бы. Но по факту за зеленой посадкой мэрия не следит. Саженцы готовят в основном представители волонтерских организаций. Сами покупают за свой счет, берут инвентарь и вдыхают жизнь в скверы. Вспомним также акцию по озеленению города, когда меценат Аднан Киван подарил Одессе больше 10 тысяч деревьев. Достойный вклад в возрождение природной среды. А тем временем нынешние власти игнорируют исчезновение древних реликтовых деревьев в Южной Пальмире. Наводняют приморский город монотонными парковками, не расчищают аллеи от бытового хлама, не лечат больные ельники. Город погибает, задыхаясь в шлаках индустриальной канавы. Мария Сапкалова, Алексей Филиппов, Седьмой канал.